Мир вам, Церковь Божья! Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли вместе посмотреть книгу Откровения, 2 глава, с 1 стиха. Иисус Христос посылает послание и синить церквям, находящимся в Азии. 2 глава, ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит, держащий стен звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых сетельников. Зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разрадных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжицы. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не змогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину святильник твой с места его, если не покаешься. Интересно вообще вот эти послания. Иисус Христос обращается к Ефесской церкви примерно через 30 лет после организации этой церкви. Нашей церкви здесь по местной, ну, сколько, 17 лет. 17 лет по местной церкви, да, может быть. Да, в 2001 году первое служение было у Лепко тети Нины дома, у дяди Миши. Они в своем доме приняли, это было первое служение. 17 лет. Здесь 30 лет прошло. Я скажу, это много и это немного, правда? Если так посмотреть. Эта церковь находилась на территории современной Турции. Вообще, 7 церквей, о которых описывает Павел, они все находились на территории современной Турции. Если сейчас мы посмотрим, то в Турции сейчас мусульманство, многие церкви, которые были когда-то церквями, стоят большие мечети. Под фреской мусульманских надписей, надписи христианские, которые были когда-то, то есть там под слоем глины где-то хранятся эти надписи. Я видел это. Понимаете, интересно то, что когда-то была жизнь. 7 церквей, они находились не так далеко друг от друга. Наверное, все находились, все церкви, если мы посмотрим, то они вот так как, вот таким кругом. То есть расстояние между церквями примерно 10, 15, 20 километров. Интересно то, что эти церкви возникли довольно, ну, быстро, быстро выросли, быстро появились. За короткий период времени Господь сделал чудесным образом работу в сердцах многих людей через служение таких своих детей, как апостол Павел, апостол Тимофей, прескила и Акила. Вот люди, которые трудились, которые на самом деле много сделали. И когда мы смотрим на церковь, то очень интересно, ну, знать, вот если мы знаем, кто-то в этой церкви трудился такой-то и такой-то брат, правда? Оно как-то кажется, ну, раз он там трудился, раз в этой церкви этот брат учил, значит, хорошо должно быть. Вот Ефейская церковь была именно такой церковью. Вообще считается или принято, думают, что Прескила и Акила начали эту церковь. Когда мы читаем 18 глава Деяний, там описывается, что когда они услышали о Пополосе, который учил, не сильно правильно учил, то есть он учил, но не полностью знал, и они его наставили, они ему объяснили, как правильно. Мы знаем, что апостол Павел посетил эту церковь. В этой церкви целых три года был апостол Павел. Это мало или много? Я думаю, что для такой личности, как Павел, это много. Он много знал, ему Бог много открывал, и он много дал назидания для этой церкви. Потом, после того, как апостол Павел уже ушел с этой церкви, в этой церкви начались какие-то там трудности, проблемы. Пришли люди, которые начали учить неправильно, начали какие-то, ну, короче, начали портить атмосферу в церкви. Апостол Павел исправляет атмосферу. Каким образом? Посылает туда своего любимого ученика, которого он даже сыном называл. Кого? Тимофея. Он говорит, я тебя оставил в Ефесе, чтобы ты там закончил то, что я не смог закончить. Чтобы ты поставил, пресетировал, чтобы ты... То есть, он ему дал хорошие, сильные полномочия, и Тимофей начинает трудиться в этой церкви. То есть, церковь с большой историей. И буквально за каких-то 30 лет что-то произошло в этой церкви. Конечно же, эта большая история, она отображается здесь, в этих первоначальных стихах. Она отображается следующим образом. Сам Господь говорит, знаю твои дела. Наверное, когда были люди, которые учили так много, хорошо учили, правильно учили, были правильные дела. Было правильно построенное служение. И это было благословением. Бог знает дела, Бог знает труд, Бог знает терпение твое. Наверное, то, чего нам часто не хватает. Если бы чуть больше терпения, чуть больше терпения нет, Бог знает, что не было это все. То есть, вот эти важные моменты, на которые мы сейчас обращаем внимание. На что сейчас люди обращают внимание? Вот вчера мне люди спрашивали, вышли ли вы в сайт вашей церкви? Люди хотят знать, как церковь живет, чем мы живем. Иисус Христос знает дела. Он знает не только то, что мы о себе говорим, он знает на самом деле, кем мы являемся. Ведь интересно то, что сейчас в этом мире чуть-чуть вот такая, знаете, получается проблема с тем, как мы выглядим на социальных сетях. Кто-то в Фейсбуке, кто-то где-то в Одноклассниках, кто-то еще на каких-то страничках. То, как мы выглядим там, и то, как мы выглядим на самом деле. И очень часто это отличается. То есть, там можно нарисовать красивейшую картинку, и все могут в эту картинку влюбиться и подумать, о, классно. И то же самое происходило с некоторыми церквями. Они выглядели вроде бы хорошо. Здесь тоже была ситуация, картинка была неплохая. Были дела, был труд, было терпение. Кроме этого, они не терпели разрадных людей. Это тоже очень хорошо. То есть, не просто там, если в других церквях, то в других церквях были проблемы с тем, что там были учения Николаитов. Была Иезавель пророчица, которая вела сынов Израилев в неправильное понимание, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали. То есть, она начала учить, продвигать неправильно. Здесь этого не было. Здесь было все хорошо в том плане, что они знали разрадных, они их не терпели. Это не было, что ну ладно, мы будем. Нет, там не было терпения. То есть, правильное может быть строгое отношение. Испытал тех, которые называют себя апостолами. Уже в то время были многие, которые считали себя апостолами, говорили, что они апостолы, так как и сейчас многие церкви. И многие ораторы считают, что они апостолы. Там, в Еферской церкви, они их испытали, и они нашли, что не таковы. Все, они лжецы. Проблема апостольства, она, это хорошо, когда испытывали. Помните, даже апостолы Павла и его апостольство хотели проверить, настоящий апостол или нет. Почему? Потому что многие люди, они уже начинали себе мнить и говорить, вот мы апостолы, те апостолы. То есть, ну, появился Павел. На самом деле, это апостол или нет? То есть, надо было проверить, некоторые церкви так и делают. Здесь Еферская церковь тоже проверяла и нашла, что те, которые считали себя апостолами, на самом деле лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение. Опять-таки, второй раз говорится о терпении. Наверное, у них было терпение достаточно многое, да? То есть, сначала знаю твое терпение, потом опять Бог говорит, имеешь терпение. Для имени моего трудился и не изнемогал. Тоже очень хорошо. Очень хорошая, позитивная характеристика. Если бы вот этого маленького слова «но» не было. Но имею против тебя. Когда против нас кто-то из людей имеет что-то, это нехорошо. Но когда сам Бог имеет что-то против нас, это очень плохо. В этой церкви сам Бог имеет что-то против них. Почему? Потому что внешне сохранилась красивая картина того, как выглядит церковь. А внутренней жизни, как таковой, уже не было. А для Бога самое главное все-таки, чтобы у нас не был просто красивый фасад. Богу важно, что на самом деле. Богу важно не просто, как дерево, которое растет, и оно вроде выросло. У меня только одна. Она выросла. Но любой дождь сильный, когда влага сильная, она падает, она падает, падает. Я ее пытаюсь ставить, а она не хочет. Она уже такая, как я. Почему? Корней нету нормального. Корень маленький, а само дерево выросло. И любое напряжение, все оно падает постоянно. То же самое и здесь. Внешне церковь красивая. Но укорнения нету достаточно. То есть нету связи с Богом. Внешне. У нас у всех есть то, что люди видят внешне. То, что вы сейчас слышите, это тоже внешне. А то, что на самом деле, это когда я один-один с Богом. Вот это то, что на самом деле. Это те корни, если они маленькие или они глубокие, это зависит от того, насколько я хочу быть близок с Богом. Можно быть широким деревом на вид, но внутри. Вот эта церковь, ей не хватало одного. Ей не хватало одного, но самого главного. Наверное, того, с чего надо начинать любую церковь, любую семью. Не хватало любви. Ты сам первый любовь. И многие люди, наверное, думают, ну это, наверное, только первая любовь, это, наверное, только к Богу вот это горение. Нет, не только. Наша первая любовь, она, я сам так думал, она больше, чем просто горение к Богу. Она больше, чем просто вот особые такие чувства большие к Богу. Наша первая любовь выражается в нашей любви к Богу, когда мы показываем свою любовь к другим. Ведь мы можем много говорить о Божьей любви, но если мы не любим, они тоже чувствуют, правда? Все чувствуют. Я сам знаю, когда я кого-то недолюбиваю или не люблю, я знаю, что все люди чувствуют. Это проблема. Я могу быть в хорошей, красивой церкви, но если нету, самое главное, все остальное теряет силу. Оно в семье, представьте себе, муж будет и деньги зарабатывать, работать много и много чего делать, но если не будет любви. Будет достаточно, в семье будет этого достаточно, что муж будет просто хороший работник или нет? Или все-таки жене и детям надо кроме того, чтобы было обеспечение еще любовь? Я думаю, надо, чтобы была любовь, правда? То же самое в отношении к церкви. Смотрите, каким образом Бог предупреждал эту церковь 30 лет назад. 30 лет назад Бог предупреждал эту церковь через апостола Павла. 1 глава 4 стих. Он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. То есть основание, это 1 глава 4 стих, это только начало этого послания. Он говорит, что самым главным является, Бог избрал прежде создание мира. И оно для чего? Для того, чтобы была видна любовь. Мы перед Ним ходим, наша жизнь перед Богом, чтобы мы были перед Ним в любви. Когда мы слышим, дальше читаем, то мы смотрим, что... Поэтому я услышал о вашей вере во Христа, 15 стих Иисуса, и о любви ко всем святым. Мы пристанно благодарим Бога за вас. Начало было хорошее. У них была эта любовь ко всем святым, к другим. Это было на самом деле хорошо. Потом 2 глава 4 стих. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас. Опять-таки, любовь, которая не злилась, любовь, которая проявляется. Читаем дальше. 3 глава пишет, опять-таки, верующий пишет. Что он пишет? Верую вселиться Христу в сердца ваши. Я себе думал, ну, а зачем? Они же верующие. Зачем Христу вселяться верующим в сердца? Как вы думаете? И я понял, что проблема не в том, что вот вы верующие, значит уже все. Уже ты полноценно, Христос в тебе на 100%. Нет. Верую Христу вселиться в сердца ваши. Почему? Потому что есть в нашем сердце области, где Христос не полностью имеет влияние. В моем сердце, ваше. Вы знаете, где это. Для чего? Для того, чтобы укорененные. Это о том, о чем я говорил, чтобы корни были. И просто красивое дерево, которое может быть большое. Мы знаем, когда любой ветер, это дерево падает. Чтобы укорененные и утвержденные. В чем? В любви. Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христу. Дабы вам не склониться всей полнотой Божией. Смотрите, сколько раз Бог этой Ефесской Церкви говорил через апостола Павла о любви. О важности любви в служении. О важности любви в жизни. Четвертая глава. Второй стиль. Со всяким смиренно мудрым, кротостью и долготерпением. Снисходя друг к другу любовь. Именно когда мы имеем любовь, тогда мы можем снисходить друг к другу. Если не хватает, мы не ссорим. Ни в семье, ни детям, ни кому-то чужому, ни в церкви. Мы не можем. Но когда у нас именно есть эта любовь, мы снисходим друг к другу. Мы по-другому смотрим. Мы не будем мстить, мы не будем сто раз напоминать об этом. Снисходя друг к другу любовью. Смотрите еще. Апостол Павл пишет 15 стих, 4 глава. Дабы нам не быть более младенцами, наколебующимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обращения. Но истинной любовью все возвращали. Слово возвращали – это слово возрастали. Истинной любовью возрастали. Значит, для того, чтобы нам духовно расти, нам надо самые главные качества. Этим качеством я буду...